Тянем ее так, чтобы вот эта вся инфицированная поверхность оказалась внутри. Выворачиваемся. Вот она, да, выворот получился. Нет, кожу не трогаем. Начали с основ. Каждый потенциально заражен ВИЧ. Именно так медики учат воспринимать всех пациентов для личной безопасности. За партами сотрудники краевых СМИ, участники проекта, журналист меняет профессию. Как измерять давление, нужно ли сбивать температуру? И почему всю жизнь мы мыли руки неправильно? Да. Какие загрязнения остаются с внутренней стороны и, самое страшное, с тыльной стороны? То есть получается, что вот эти вот части ногти мы вообще совершенно не промываем между пальцем. И самое главное, большой палец, оказывается, никогда практически не принимает участие в тщательной промывке рук. Я была однажды в магазине, человеку стало плохо. Я так понимаю, что, наверное, он страдает эпилепсией. Я растерялась, честно. Я не оказала помощь. Мужчина подбежал, оказал, все сделал правильно. Ну, а вот я стояла просто и смотрела. Когда вы так близко руку подносите, я боюсь. Да я же не со скальпелем. Проект «Журналист меняет профессию» родился 7 лет назад. За короткий период времени сотрудники краевых СМИ осваивали новые для себя навыки. Сначала это были строители – гипсокартончики, штукатуры. Я спрашиваю, ребята, ну а что дальше-то хотите? Что вам самим интересно? И в итоге стали учиться на кого угодно. Девушки стали учиться на сантехников, на вальщиков леса, на сварщиков, на какая там еще профессия, чисто девичь это у нас, на автомехаников. Знаю ребят, которые оказывают услуги на дому, то есть как мужья на час, как это называется. Муж на час, сверлит дырочку на раз. Так, за 7 лет журналистов края обучили уже 30 профессиям. И некоторые теперь совмещают новую работу с основной. Кстати, сейчас другую группу журналистов учат эпиляции. Ну а наш курс будет накладывать жгуты, ставить уколы и все эти знания еще нести в свои тексты. У нас на радиостанции мы планируем сделать ряд целых программ, как определить, допустим, прединсультное состояние, прединфарктное состояние, как правильно разместить больного, чтобы наши радиослушатели, может быть, даже прослушав эту программу, где-то для себя что-то нужное и важное, в общем-то запомнили. Вы сегодня не знаете, где вы будете завтра. И это может быть ситуация, в том числе и специальная военная операция, где наши ребята могут получать ранения, и журналист оказался рядом. И есть аптечка, в которой может помочь облегчить боль, остановить кровотечение. Вот это как раз, если журналист будет обучен этому, он окажет эту первую помощь. Этот год показал, что каждый из нас может в любой момент оказаться в непривычной для себя обстановке, и в свете последних событий, например, навыки сердечно-легочной реанимации, лишними точно не будут. Ирина Корчагина, Александр Антропов, День с толком.